Мы закончили в прошлый раз, да, посмотрели струну с фермерными модами на мировой поверхности и посмотрели разражение по кругу для такой струны, для фермерной степени свободы. На самом деле, в прошлый раз мы успели рассмотреть случай замкнутой струны. Мы это четко не говорили, но то, что руки у нас же внешнего струны, соответственно, какие были полученные разражения, это годится для замкнутой струны. Потому что мы буквально говорили о критической фермерной струне. А вот об открытой струне надо отдельно уточнить какие-то различные условия. Замкнутой понятно, что можно требовать периодические условия, можно антипериодические. Ну и вот, если в такой струне L целое, то значит периодически выполняются условия, а если антипериодические, то надо брать сумму по полосам. А фаза в том, что руки не писали? Ну, в дыр, скажем, фаза включена, но и у нас... Я думаю, что нельзя. Ну почему нельзя? Не могу сказать. Так как, ну, как на следующем периоде он вам пушаться будет. Это же не будет означать, что липов не целый, а там вообще он национальное чеснок, как ты его где делал. Тогда будет фаза болтизованная. А тогда это будет на каждом периоде своё. Получается. Да нет, это опасно было бы, если бы ты мог стянуть эту точку. Ну, успокоить можно, чел плохо, не скажу. А какая же Львович называется? Вот, Львович, значит, Львович есть, это Львович. Он в пространство временной. У нас всегда мы пока держим не фиксированное. Но выделенное в этом случае, если забежать вперёд и сказать, то мы всё равно вычислять не будем буквально. Это критическую размерность. Критическая размерность для суперструн десятка, как сейчас. Так, это периодичность, она одной сидит или как она идет? А вот эти условия, конечно, которые мы сейчас обсуждаем, это именно по координатам на струне. То есть, это вот объект, замкнутая струна, не следующее, а сейчас это написано. То есть, это просто означает, что вот она замкнутая в пространстве времени. И это не условие периодичности по какой-то пространство временной координате. Просто, что она замкнутая. То есть, два варианта есть, что замкнутая. Второй вариант, что концы свободные. Тогда надо какие-то определённые на них ещё, конечно, условия наложить. То есть, которые мы сейчас и скажем. Дальше к ним перейдём. Ну, если у меня двумерная струна, да? И когда разная накачлива с двумерной, то как я накладываю вот эти условия периодичности? Ну, мы на ней ввели координаты. Просто на первой палитре сделали. Да. Вот сигма ноль временная, а сигма один пространственная. По сигма один. По сигма один. Сигма один плюс Пи. У нас минёт Пи здесь. Просто так договорились. Конечно, любое можно было просить. Вот, значит, все поля, в частности, и Пси от сигма один плюс Пи равно Пси от сигма один. Если, значит, периодические периодические условия, ну, другой вариант, который можно потребовать, антипериодические условия. То есть вот по сигма один имеется витома. Ну, то есть она, ну, буквально, вот, можете представить себе поверхность, такой цилиндр, да, в пространстве времени. Ну, вот, значит, по пространству подобного охранения, вот, сам, вот, длинный цилиндр. То есть, если не температура, а буквально завернули её в горячую пространство? Да. Ну, вот, вместо колеси, на ней же всякие узлы могут быть, так сказать. Узлы, 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 узлы. И вот мы уже на первом занятии говорили, что это несущественно, как говорится, заузленность несущественна, на данном случае. Ну, потому что там, в любом случае, это можно не хранировать интервью, да, все эти... Ну, как мы уже там на первом занятии говорили, что взаимодействие пренебрегаем, поэтому, вот, она сама пересекаться может свободно. Ну, это то же самое. Пока мы обо всё это до сих пор свободную струну рассматриваем. Поэтому, самопресечения мне не важны. Ну, в принципе, это суперпозиция. Ну, хорошо, вот, периодически, давайте просто скажем, что там, в случае открытия, где-таки можно наложить. Ну, давайте вспомним, какой там был ганджан, эфирионный, то есть эфирионные действия. У нас было размерное множитель, о котором мы договорились написать. Цикунцов натяжения, это самое, да. И обычное действие, когда в ременах, ну, вот, на двух измерениях. Ро – это галломатрица, две штуки. Это галломатрица. Вот. И, значит, если мы его варьируем, откуда возникают граничные вклады? То есть, мы варьируем. Граничные вклады возникают, если у нас варьируем. То есть, нам по частям превалирования надо проинтегрировать, да. Поэтому они возникают, значит, исключительно превалирования вот там, где производные есть. Ну, здесь производные не симметрично, я не здесь написал. Конечно, можно симметрично там написать, чтобы эфириональная психиатология входила. Производные – это несущественно, честно говоря. Вот. То есть, в вариации действия вот здесь вот входят производные вариации. Поэтому нужно интегрировать по частям. И посредственное граничное сонарное будет… Давайте я напишу здесь. Что-то. Ро. Один. Да, здесь уйдет. Потому что граница последняя один из положенных. Вот такой вот вклад, граничный, да, будет превалироваться. Ну, вот он должен тоже обращаться внутрь, благодаря граничным условиям. Ну, граничные условия у нас, естественно, в мутанцах как-то должны независимо откладываться в силу локальности. Поэтому связать как-то на двух, по сути, концерционную неволенную, неправильно было бы. Поэтому, значит, они по отдельности просто даже занимаются. Вот эти вот… Это уже… Мы перешли сейчас в открытый. То есть, замкнутые мы повторили с прошлого раза, да, вот то, что там требовали. Там, для замкнутых просто… Там, конечно, надо для замкнутых требовать, чтобы они между собой сокращались. Но они просто там одинаковые в силу периодичности, да, и антипериодичности. И сокращаются, понятно. Если у вас замкнутые. А вот если открытые, значит, они по отдельности должны обращаться в ноль, вот эти вклады на двух… Так, инфраструктуру, возможно. Это суперсимметричная сейчас штука? Вот, действительно, мы сейчас увидим, что, по крайней мере, на мировой поверхности, есть суперсимметрия для теории. В основном, я просто не знаю, что суперсимметричная, по крайней мировой. Это нафигмирование должно быть дороже. Дорогая симметрия, чтобы не нарушать суперсимметрию. В смысле, для замкнутые, для медики? Да. Да. Я не помню. Вопросы интересные. Ну, давайте вот, значит, Поподумаем. Сейчас не скажу даже, как это… Сейчас вот, когда перейдём к суперсимметрии, мы, как раз, на вопрос и вернёмся, подумаем. Что-то нужно сказать при этом. Вопрос понятный, но давайте повернемся к этой суперсимметрии. Вот. Ну, вот, значит, для открытой, действительно, на границах должен их по отдельности сокращаться. Ну, и, значит, что у нас… Сейчас должно быть… Должно быть… Скажем, в ноги, да? То же самое, в другом. Вот. Ну, с депси с чертой, это, значит, гормоноль содержит, гормоноль. Вот. То есть, гормоноль у нас была… Ээээ… Эээ… Симметричная, как кажется. Ээээ… Водзилл. Ээээ… Такое мы взяли. Поэтому произведение это сигма-3, значит, здесь просто условие выглядит так, что Пси плюс на дельта Пси плюс минус, сколько сигма-3, то сигма-3 в обкладах из Пси и дельта Пси, как разность Пси минус и дельта Пси минус, значит, на краю равно 0. Ну, это условие, конечно, можно претворить, если просто эти вклады одинаковые. Для этого можно потребовать, чтобы совпадали Пси и Пси минус, а можно потребовать, чтобы они отвечали знаками. Ну, понятно, что общий знак можно, конечно, выбрать любым образом на одном краю, поэтому на одном краю можно, скажем, всегда потребовать, чтобы они просто совпадали. Ну, тогда мы уже общий знак изменить все возможности использовали, и на другом краю, то есть при Си-дельта Пси минус, как разность Пси минус. То есть совпадение Пси плюс равно и не равно с предложенным знаками, да, Пси минус. Ну, эти два случаев аналогичные тому, что у нас было для западной страны. Как раз именно в начале люди рассматривали именно открытую суставу, то есть замкнут, как более случай подлинутый. Поскольку в общаге, в начале именно модель Венециана, да, вот, с ключевым иммуном, с ключевым иммуном, то это вот именно в начале открытой сустава не рассматривали, если в этот случай. Ну, и разношение, давайте скажем, какое там разношение получается, какие здесь надо взять показатели в экспоненте, чтобы удовлетворять вот эти граничные условия открытой струны. Ну, поскольку у нас Сигма 1, значит, в нуне 0, да, при этом вот в таком разложении на одном краю, значит, в нуне всегда будут выполняться условия, так уже фаза здесь подобрана. Вот, а, значит, какие надо взять частоты, минус и омега, седьма на 1, чтобы при седьмой 1 равную Пи, да, специально Пи. Ну, а время мы в одинаково смотрим, и оно входит одинаково здесь, время в Сигма плюс и в Сигма минус, время входит одинаково, да. Значит, так, и плюс, да, и омега Пи. То есть в Пи взяли условия, и у нас есть один случай, когда не совпадаем, а другой случай, когда начались за знаками. Ну, это означает, что Е степенью 2Пи и омега, ну, вот, в случае плюс и в Сигма минус и в Сигма минус и в Сигма. Ну, понятно, что нужно взять для частоты либо целое число, как плюс-то в очередь, либо полуцелое число, чтобы у нас получить. То есть раздражение получается такое же, но без двоечки. Ну, это то же самое, что мы видели для бозонных струн, открытых и замкнутых соотношения. Там тоже раздражение было для замкнутых струн. Показатель был удруханный по соотношению к открытым, да. Вот. Ну, а фаза все-таки непонятно, почему там нет. Фаза, ну, отдельный вопрос, конечно, да, почему. По-моему, это предназначает, что на следующем периоде фаза будет до 3Пи. Да, тут периода даже нет. Да и в том случае это тоже не сильно, в принципе. Как они видят эти соотношения с отношением? Здесь мы не можем фазу подлепывать вовсе никогда никак, но на самом деле это здесь рассматриваются майрановские спиноды. Да, это другая история. Я не подчеркну это, но, в общем, условия майрановские есть. Поэтому, например, вот эти операторы с рем и с минусом, они гармитовски собряженные. Нет, ну тогда понятно. То, что ты Пси-Пси сопряженная должен на сопряженной фазовой умножить ее менять. А с другой стороны они должны одинаково меняться, значит у тебя плюс-минус единичка только в одном. А в случае, когда там удвоенное количество вот этих фермионов, это уже случай другой. Где удвоенное количество фермионов? Ну, модели с удвоенным числом фермионов тоже осматриваются, но совсем они к физическим моделям не годятся. Ну, в математике, да, там интересные есть еще модели, где удвоенное количество из них. Там можно было бы и комплексное, и какое-то там соединение своей людей. Может быть, тогда конечно ссормируют. Может, не нужно. Этот элемент, по крайней мере. Но вот эти вот свещества, они, естественно, на фазе только так. То есть, с чужими соединениями, может быть. Значит, выяснили мы, да, что разложение для открытых столов, значит, будет иметь вид... Такая же сумма, но, значит, показатели эспоненты не уброены. Вот эти вот числа. Ну вот. Ну вот. Это важный момент. А теперь давайте вот действительно обсудим вопрос вот о симметриях здесь. В симметрии, конечно, необходимо осматривать, потому что иначе у нас вот здесь вот, когда мы рассматриваем кондиционные соотношения, в частности, у нас опять там метрический тензор был в антикондиционных соотношениях для филипонов. Ну и понятно, то есть, что, значит, для этих фирменных операторов с неуванной нулю, компания где-то них, антикондиционные соотношения с другой знаками, это все время с постоянственным... Ну вот, поэтому, значит, опять будут дополнительно, за счет вот этих вот мод, еще будут дополнительные состояния с отрицательной вирусом пространстве. И нужны дополнительные еще условия, чтобы нарожить, чтобы, значит, их выкрусить из физического пространства, специфического состояния. У нас, значит, до этого было... На каждую моду мы имели фактически условия. Т.е. на каждую пастиллятора с неправильным соотношениями, да? С предположим, с предположим, знаками. Мы имели узкие условия связи, которые мы накладывали, берем на физическое состояние равную нулю, приликали больше равно нулю. Да, мы тут еще приобрали на волю, добавляли и еще некоторую константу к этому условию. Вот так у нас, как я взяла. И, так сказать, можно, примерно, поставить соответствие астерляторным моделям. Из них именно брать тоже с M больше нуля. Ну, вот... Ну, я здесь минус не написал, да? Т.е. оператор должен один раз собирать с отрицательным вот этим. И если брать M на волю нулю, вот они, значит, рождают моды, у которых отрицательный формат. Может быть, пробегнут. Но вот... Так, мы не сделаем до единого уровня. Вот этих условий связи столько же, сколько этих мод. Поэтому мы позволяем их выкрасить. Вот здесь у нас, кроме этого, появились еще такие вот... Чего-то не понял насчет осуждений. Как так? Что значит выкрасить? У тебя есть условия для навагового... Ну да, но эти условия, фактически, они выделяют под пространство. Соответственно, те, которые им не утворяют, они не входят в это под пространство физическое. Это у тебя для любого физического состояния? Да. Да, для физического. Вот это вот любое физическое состояние. То есть и вагон, и там, и все вот, и гладенные. Полное вот физическое пространство. Пространство исходно вот этого вот нашего гибридного пространства, которое строится оперантами рождения, действующими, там, на какое-то вот условное состояние. Да. А это мы сейчас... А для фермионов это уже на другом, или так же? Для фермионов вот связи, ну, у нас останутся какие-то... То есть тоже тензорные гимпульсы, уже для этой теории, тоже должен быть оригинальный. Это одна связь. Ну, естественно, предполагать, что вообще не будет такое, что просто вот... Тензорные гимпульсы в одном уже для этой теории сфермионовыми. Вот. А еще, значит, еще одно условие какое-то нам нужно на вот такие вещи сейчас. Дополнительно. Сейчас, так я не понял. То есть твое утверждение, что ты... Вот если ты физическое пространство определяешься в такими условиями, то у тебя в нем не будет состояния с отрицательной нормой, или что? Ну, для бозонов это было так, а вот нам сейчас еще надо добавить еще условия для случая, когда у нас еще и примеры есть. Вот. Ну, в качестве примера мы видели простой пример, когда m равно единичке, если взять. И там условия просто получалось, что, значит, состояние, если брать... Ну, грубо говоря, ну, просто вот выбрасываем вот такие, которые получаются рождением вот этой временеподобной полизации. А у трехиона двуцелательной нормой, да? Да, у трехиона тоже. А, то есть цифровый. Два, да. Техиона в всего одном состоянии, все остальные... Все разные патологии. Да, все... М квадрат оказывался отрицательным, но при хорошем выборе некоторых параметров. М квадрат. Здесь, в частности, в этого... М квадрате оказывалась масса квадрат положительная для всех, кроме одного состояния. Вот. Да, то есть нам нужны еще какие-то условия. Ну, значит, вот эти условия провели с размножением по модам тензоэнергии. Вот. А здесь, ну, должен быть какой-то другой сохраняющийся ток, да? Заживание которого мы получим еще и вот эти вот... Еще раз напомни, почему там тендзоэнергии были с собой? Ну, исходно у нас это было условие колебовки, например, такое. Вот. То есть, если начинали со струны на бугота тесте, и чтобы ее свести к кратичному виду, то мы как раз, собственно, и наложите вот это вот условие. Получили квадратичное действие обычное, для которого вот это вот условие на выбор координат наших, конформно-плоскую метру, которую дает, как раз и выглядело, вот, совпадало с равенством углу. То есть, переход с конформа, конформно-плоскую метру. Да, если сходить с действием формы на бугота, то есть просто площадь поверхности для действия. Вот. Ну, когда мы получили уже кратичное действие, мы говорили, что 1 км действий на бугота, если, значит, независимо варьировали по метрике и по координатам. По координатам поля. И, собственно, вот, вариация по координатам нам давала уровень поля линейное, а вариация по метрике, которая была вблизи, плоской, и выглядела на вас. Он давала, естественно, вот, тензовый гимпульс равен для этой смеси. Здесь мы тоже самое можем проделать. Тензовый гимпульс мы можем, естественно, вычислить, во-первых. Он, естественно, сохраняется, как положено, тензовый гимпульс. То есть, сохраняется. Понятно, да, что это все. Еще, в силу конторной вероятности он еще и бесследовый у нас, оказывается. Ну, вообще-то, это свойство теорий с комплементами. Ну, вот, можно это, конечно, здесь вычислить и поверить в данном случае конкретном для свободных теорий с свободными фирменами. Ты же говоришь, что ты весь за мной. Это связь, а это дождественно выполняется. То есть, это не связь. То есть, связи здесь, на самом деле, то есть, не три, а... Это две, в каком смысле, да? Две компоненты. Здесь. Тысячные. 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 А, две, да. То есть, след, вот, там я помню. Тождественно. Тождественно. Для этой модели. Это видно просто. Да? Ну, потому что для, скажем, подзонной части, подзонного, тензонного импульса выглядит вот так вот. Ну, вот, полей там у нас много, но это ничего изменяет. Да? Все. Делит. Склад. Я им одинаковый, поздно, не убился. Вот. Загибус у нас такой, да? Если мы след сейчас берем, да, то в двух измерениях мы 0,8 получаем. В четырех измерениях скалярное поле имеет размерность и единочку, да? В массовых единицах. И, соответственно, а здесь вот в эмере безразмерное скалярное поле. Ну, и можно там объяснить, почему вследствие там действительно и получается нулевое название. Тензонного импульса. Ну, можно просто вычислить и убедиться, что он может. Ну, а вклад в тензонного импульса давайте сообразим, какой получается от фирмеонов здесь. Вклад должен быть, грубо говоря, значит, все с чертой. Ро-альфа, производная в бета-пси, да? Ну, как-то его можно синтризовать еще. Ну, да, ну, можно так добиться. Вот. Ну, частный способ вычисления, конечно, тензонного импульса простой, и именно получение его симметричным, может быть, конечно, такой, что мы варьируем по метрике. Ну, это если у нас фирмеонов нет, тогда там у нас можно варьировать по метрике и получить, опять же, импульс асимметричный. А вот если у нас еще фирмеоны есть, ну, можно не по метрике варьировать, а по тетраде, да? О, да, носочные у нас. То есть, оно будет быть тетрадо, хотя в умире тетрадо это два вектора на плоскости. А помните, что такое? Некоторые уже забыли. Ну, это пост-экономированный базис, называется тетрадой, но по стартерии в четвертом меркам название пошло. Сол четверка. Ну, естественно, в другой разверности число этих векторов в базисе соответствующей разверности. В данном случае на плоскости можно базис из двух векторов акономированных ввести. Ну, и он несет всю информацию то же, что и метрика несет, потому что вот это условие акономированности, оно, собственно, позволяет через тетраду выразить метрику. То есть, если бы это, это плоская метрика, на каком-то... Ну, они в подсмехе, да? Эти вектора в плоском пространстве, да? Эти вектора в плоском пространстве? И мы вводим базис, касательно, значит, пространстве из двух... Ну, базис из какого-то набора векторов. И требуем, чтобы у них скалярное произведение были везде одинаковые в каждой точке. Индекс a и b сколько значим? Ну, какая размерность? То есть, это базис, да? Поэтому a и b это номер вектора в базисе. И, значит, этот базис устроен так, что в каждой точке одинаковое скалярное произведение. Ну, потом вычисляется, естественно, там с помощью этой же самой метрики. Ну, индексы, конечно, можно лучше, наверное, вверху везде вверху. Вот, значит, они вводятся по определению как отформированный базис. То есть, на постмометре по постмометри, по постмометри, по постмометри, с синдексами a и b, да? А и b это номер просто в базисе. Вот. То есть, они у тебя с отрицательной нормой? Ну, то есть, то сколько надо, там один, времени подобный, если у нас такая вот сигнатура в частности Яковского. А остальные, в частности, это не так. Ну, иначе нельзя так делать, да? То есть, вот сигнатура метрики, настоящей, и метрики вот этой вот соответствующей тетрадной матиминдекса, она, конечно, одинаковая. Как эти тетради варьировали? Ну, дальше, вот, чтобы записать действия в примененных координатах, кстати, это интересный вопрос, как записывать действия в наших примененных координатах. Ну, для базового вклада это понятно, да, просто мы уже писали это, что нужно метрику на поверхности написать. Вот. Это тривиально. А там, значит... Ну, и понятно, что вот эту вот метрику, Яковлити метрики, значит, вот так вот она выражается через тетрады, поэтому переписать это через... Можно ее в эту уважение сюда поставить, и будет уже не метрик, что Калитяна под тетрады. А там, значит, у нас как выглядит это выражение? Гамма матрицы сворачивается с... Гамма матрицы с тетрадой сворачивается. Да, да, ну вот так и надо, да, сделать, значит, что вот у нас, чтобы мы хотим... Гамма матрицы у нас не зависти, не менялись от точки к точке, тогда у них антикоммутатор, который их, собственно, определяет, нужно, значит, писать для каких-то вот таких индексов, для которых метрика постоянная, да? Плоская. Значит, просто вот у гамма матрицы индекс должен быть тетрадный. Да. Индекс, значит, тетрадный у гамма матрицы должен быть, а производный, естественно, индекс мировой. Поэтому, значит, чтобы их между собой свернуть, да, друг использовать тетраду здесь, писать. То есть, ну говоря, спорецировать гамма матрицу на тетраду, и вот свернуть, или производный, спорцировать на тетраду, и, значит, уже сворачивается с гамма матрицы. Вот так, да, чтобы везде индекс, здесь альфа, да, индекс мировой сворачивается, а ватт-ти градустот... Ну да, то есть тут еще не вся правда содержится. Почему? Потому что вот это вот производное здесь нужно заменить на как говорят на производную. Корень, да, надо, конечно, да. То есть это просто плотность что-то как интегрирует. То есть корень из h, он равен просто, ну, смотря где индекс у e стоит, ну, если это вектор, да, то когда и делится на определитель. Если писать вот такую матрицу, рассматривая, да, обратно к ней, тогда, ну, e поделиться, называть e, тогда бы здесь, ну, там, е делиться на e. Ну, тогда, ну, если вот это, e называть в произведении вот этого, тогда здесь просто определитель вот этой матрицы. Либо единицы на определитель вот этой матрицы. Ну, чаще вообще-то, чтобы единственное не писать, называют в произведении вот этого, e. Ну, давайте, ладно, я не так сделаю. Ну, понятно, конечно, связан с реальным е. Так что, ну, вот, но это уже тонкости. То есть, на самом деле, еще туда еще входит. Это, здесь удлиняется производная. Вместе, обычно производная, так сказать, коварянка пишется. Ну, то есть, обычная плюс некоторая связанность свернутая с генераторами поворотов для соответствующего спина. Ну, тут знак и коэффициент зависят, конечно, от какого-то этого определения. Вот это, буду подчинять там. Вот. Сигма – это коммутатор вот этих вот рома, то есть, обычный генератор спина. Вот. Ну, и там, если сильно писать генератор спина, там, учитывать, что вот эти, матрица десимметричная, да, ну, тут хорошо одну четверку писать. Как видите. Настоярное такое производное не писали. А, ну, спистки ноль генераторы. Вольф вот это. Понятно. Вот. Настоярное – это просто производная тетрадная, да, какая-то? Она выражается через тетрад и по производным. То есть, линейная по производным. А еще так, просто тетрадная тоже. Ну, это такой формулист, а в общем, естественно, используется. Ну, и всегда, когда надо работать со спиной от клюни на простанстве времени, вообще, конечно, он, чисто неизбежен. Вот. То есть, чистой метрик, в любом случае, нельзя пройтись. Ну, значит, как тут тензорный импульс, получается? Ну, вот просто, мы с вами там знаем, что… Альфа-плеты выразить через вариацию жильства? Ну, да, что вот, если, скажем, через метрику только выражается, да, действие. Тогда там мы все равно можем варьировать по тетраде, считая, что метрик выражен через тетраду. Ну, мы там получим просто, фактически, вариацию по тетраде. Дает выражение, вот, на самом деле, фактически тот же самый тензорный импульс, оно просто свернутый тоже с тетрадой. То есть, один индекс у него тетрады просто оказывается. То есть, несложно убедиться, что… Это действие по тетради поварьировал, да? Да, что если действие по тетради, то получаем тензорный импульс, но с одним индексом тетрад, но с другим, наверное, равным. Ну, эти альфы, там, мировым, называемым. Ну, и, соответственно, мы можем и здесь тоже это поварьировать тогда по тетраде. А когда мы, значит, обратно сделаем тетрадный индекс у тензорный импульса мировым, то мы получим автоматом симметричное выражение. Поэтому можно и здесь так действовать. Ну, нам не нужен, честно говоря, явный вид этого вклада. Нам что важно, что он квадратичный по тетрадным полям, содержит одну производную. Вот. Ну, и след уже и у этого, собственно, вклада ноль, да? Если учесть равные движения. Вот. Так что, ну, кажется, он, если правильно написать, то и без равные движения тоже должен смыляться. Ну, да, вот здесь у нас тетрадист разновляется, да, для позонных полярных и фигуронных тоже, если не так. Видимо, просто мы должны там вычесть, ну, как бы я здесь след вычесть, ну, и синтезовать еще какой-то там. Ну, не будем вдаваться в подобности. Вот. Вот. Ну, это вот, значит, как модифицируется тензоагинкурсом. А что еще? Какой еще здесь есть такой сохраняющийся ток? Знаете, я просто его, во-первых, предъявлю, сохраняющийся ток сейчас, в которой будет видно, что сохраняются сильные уровни движения. Ну, давайте так вот посмотрим ток, который, значит, содержит производные, вот, подбазумные переменные, и содержит, содержит еще и фимонные переменные. Если взять и дивергенцию вычислить, да, во-первых, что это, не знаю, как, что это завершено по своему, значит, закону преобразования. Ну, вот тут спинок есть, да, и еще, кроме того, что... То есть, и спинок на индекс, и кроме этого, есть еще индекс бета, да. То есть, вот, этот ток, кроме индекса, который положен к току, у него есть еще индекс спинок, который здесь неоприцательный. Зачем? 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 Ну, это мы сейчас еще внимательно посмотрим. Но спинок может задержаться, там еще может задержаться одна вторая. Но, ну, там легко увидеть, что там вторая там... Не просыпь. Даже если что-то сохраняется, да, действительно? Ну, ясно, иногда у вас с ней какой-то личности. Угу. 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 Ну, сейчас потом к этому перейдем, попробуем преобразование потом тогда подобрать, которое там току соответствует, чтобы в обернете ременом метра получался вот такой ток. Ну, чтобы просто какие преобразования выбирать, в начале вот ток, что сохраняется, проверим. А там с вами вообще визит N есть? Ну, N – это вот это, просто этих паней у нас... N – это от N до D-1 просто по составлеведеного индекса. Т.е. набор из D большое полей, их живет в другом пространстве. И они в последствии здесь на эту сумму все, так сказать, независимо входят. Ну, исходно, да. Ну, ее на самом деле практически впервые здесь и обнаружили. И иное слово «супер», то есть впервые было применено именно вот, как это время время, там, супергейческое, трансформейшное слово. А почему вот этот, это необходимо, чтобы вот этот N, который, ну, Фермион, почему историю же должно быть? Ну, просто мой оценвариантность пространства времена требует, чтобы он, ну, каким-то пространство временным, пространство временных, пространство временных, преобразовывался. И вот мы изначально взяли его вектором, относительно пространство временных, скользкое образование. А спиновая часть не преобразовывается? А у Пси, значит, а у него нет, вот, с точки зрения пространства временных, преобразовывается, он вектор. Он, спиналая вторая, имеет относительно преобразований на неровности. То есть у него индекс есть двузначный, да, спиналый, но относящийся к неровности. Это, естественно, другие преобразования, да, по сравнению с пространство временных, совершенно независимы. Да, преобразования неровности и пространство временных. А у тебя вот внешних разменностей уже, там же как-то по-другому все консистирует? У тебя, ну, это, в СО3? Правильно, у тебя они у нас и расцепились здесь, поэтому, фактически, на Пси плюс и минус компоненты, фактически в Ганжан независимо входят, реально. Ну, это просто Пси плюсный байк, да. И вот они у нас, ну, возможности, да, такие действительно были, но это вот у нас четкость там нарушает. Но как варианты можно рассматривать и по разному включению Пси плюс и минус разным образом здесь действительно. Ну, мы сейчас взяли вот... И потом у тебя вот, уже в Думире там есть вот эти вот, которые в странной статистике, а не вон, там, всякие. Нет тут такого рода? Ну, это уже совершенно отдельно. Просто спиномы сейчас рассматриваю. Но, да, вот то, что в Думире действительно связь со спиновой статистикой свободнее, чем в больших разменностях, то здесь, конечно, играет роль, а там можно, например, описывать эти феномы, координаты все-таки базовыми, по-моему, то есть, базовыми скалярами, скалярами все эти. То есть, базовыми скалярами все эти. То есть, базовыми скалярами все эти. То есть, это все верно, факт есть, но вот мы сейчас это как офигмон. Нет, просто к тому, что с точки зрения естественности той модели, которая рассматривается, очень понятно. Получается, что вот ты как-то выбрал двое надпись. Ну, все другие возможности посмотрели тоже, на самом деле. И согласованные оказались вот совсем небольшое число, в том, который потом еще отназал их. На самом деле, различные секторы вообще одной. Так, значит, вот мы решили посмотреть на этот ток. Значит, первых видео, значит, действительно, какие у него есть индексы векторный и спинорный. То есть, этот мион наружу не идет, да, он постоянно эксцюмированный внутренний. Ну и давайте, значит, миотирагенцию возьмем. Ну и, понятно, два будет склада. И когда спинор дефинцируем, то за мнение девяка получается шатуновь этот склад. А когда дефинцируем бозонное поле, координату, то получаем симметричную производную по альфа и бета. Производная симметричная, она сворачивается с гомоматрицами. Ну, симметризованное произведение гомоматриц – это антикоммутатор, метрика. Поэтому получается, значит, девампертиан от бозонного поля. Ну и как раз вот движение тоже. Альфа и бета должен быть синтезованным? Нет, за счет симметрии вот этой производной просто, вот этот вклад получается синтезованное произведение альфа и бета. А вот так-то его синтезовать нельзя, да, потому что… Эдинство свернут уже с… Да, почему? Нет, вообще можно его сначала синтезовать, потом уже сворачивать. Нет. На самом деле именно такой вот. Если ты его синтезуешь, у тебя вообще-то проще, ну да, у тебя будет какой-то… То есть синтезовать, тогда сохраняться второй вклад, тогда не будет синтезоваться, тогда не будет сохраняться. Если синтезован, тогда вот этот вот вклад перестанет сохраняться. Поэтому не надо синтезовывать. Он синтезируется само как раз, где нужно. Вот. Значит, сохраняется ток. Интегенция равна нулю. Вот. Значит, поэтому, ну, можно проинтегрировать по пространственной координате, получить заряд, да, сохраняющийся. Вот. И, соответственно, им, этим зарядом там генерировать какие-то преобразования. Вот. Ну, можно сразу, значит, попробовать подобрать какие-то такие преобразования, которые бы давали вот этот вот ток в силу теремометра. Ну, в силу теремометра что бы там получать? У тебя же кси – это просто обычная координата, да, это не антикоммутирующая? У кси антикоммутирующая. То есть для них антикоммутатор, да. То есть у него вот этот вот индекс есть, который здесь написан, да, двумерный. То есть с двумянной точки зрения это спинош и это поля антикоммутирующая, да. Хотя с точки зрения 12-го времени у него гекторный индекс. Да, ну, значит, что у нас в теремометрах как работает? Мы на теремометрах так работаем, что если у нас есть какой-то параметр для базовыми, герой антикоммутиземальный, эпсила. Действие, инвариантность этих прибазований, если параметр не зависит от координат, мы в этом начале убеждаемся, а потом мы говорим, что пусть прибазование все-таки зависит от координат. И тогда у нас вариация действия оказывается равна производной от этого параметра. Производная от этого параметра сворачивается с каким-то вот векторной функцией. Это как раз и есть сохраняющийся ток. Почему? Потому что вот это вот, это же интеграл здесь, да? Цель этого. О, в пространство времени соответствующего, в данном случае, по мировой поверхности. Ну, и вот этот вклад, значит, этого вариация действия должна быть все равно он мой, потому что у нас действие вблизи решения уравнения движения. Вариация зануляется просто из вариационного принципа, да? То есть, если уравнения движения выполняются, то вариация должна любая зануляция. Только, кстати, такая вот. И даже сверху он зависит от координат. Терео имеет учет. Да. Ну, я немножко поясняю просто, напоминаю терео-неметр. Вот. Ну, и назначаю, что вот если мы причастям это поинтегрируем, то дивергенция жира должна быть равна 0. Вот. Поэтому у нас, значит, должен быть некий параметр. Так, который, если взять зависящий от координат номеровой поверхности, то, в результате, вариация действия должна вот такой вот вид иметь. Ну, давайте, значит, просто скажем это с точки зрения образования, этот параметр, что такое. Ну, жи у нас, у него параметр одного индекса есть, еще есть спинронный индекс, да? Значит, вот, ε, это сюда надо писать с чертой, да, для поинтегрируемого призывания. И тоже должен быть эфсиланно-спинронный. Ну, и чтобы... поскольку ПСИ Жизнь нечетная, по эфирмеонам, да? То, чтобы все-таки изменение действия было чуть-четным, то, видимо, это тоже офермионный параметарный скоммутирующий эпсион. Ну, собственно, это и как бы из... просто из того, что это с переносом уже понятно. Ну, и как, значит, можно... как подобрать эти привозования для болей, чтобы вариация действия вот такая была? У нас же в действии есть кратичный факт по производным от бозонных переменных, да, и кратичный по фермионным переменным от самой производной. Ну, давайте, например, сначала представим, что мы, значит, это привозование, караметарным делаем над фермионными переменными. Ну, что... и... как его можно написать? Ну, давайте вот напишем такое вот... просто и свернем, да. Ну, честно говоря, что-нибудь другое с точки зрения преобразования правильного просто... Сложно написать, раз у нас эпсион – это спино, и это спино, ну, собственно, свернуть только и можно, наверное, да? Ничего другого разумного ее не напишем. Слева это спино? Да-да-да, то есть по фермиону как раз написано... вот и неправильно написано, да? Ага, это, соответственно, для бозонов вот так догодится. А фермионов, соответственно, сейчас чуть подберем немножко, что ли фермионов можно написать. Ну, давайте вначале это проверим, да, что если мы это подставляем в действие, вот это... То есть, если она какие-то разумные вклады дает. Так что, если мы рассмотрим, конечно... Ну, правильно, нет, мы на кусочки посмотрим, по крайней мере, какие производные адепсии нам будут. Мы же можем здесь присмотреться и на производном адепсии, они примерно увидят, что там у тебя будет по числу полей, там, конечно, по числу производным, конструкция разумная получается. Там, значит, производная проекция, если посмотри, взять, это остановки в действие, это... Ну, проекция, значит. Ну, проекция, но у нас... Может быть, в вещественности сейчас... Что, если он, майрановский спинер еще потребует... Вот, производную смотрим, значит, что там получается Dαx на Dαx. Такой вклад, вот сюда такую вариацию описали. Производная, значит, получилась вот эта вот производная. Мы ее взяли от Epsilon. Еще эта умножилась на ψ. Ну, там еще будут какие-то вклады, когда мы дифференцируем поля. Но мы их так подберем, эти все вклады, чтобы они занулялись без... Когда они дифференцировались. А когда дифференцировались, вам должно вот такой ток, чтобы получался, да? Ну, вроде, про... Сейчас, сейчас, сейчас... Что получается? Ну, так-то, пока... Ну, так-то, пока... Ну... По середине... По середине... По середине... Ну, то есть... Слегка вот... Ром-матрицы расположены... Несколько... Пока... Осомнительных оборотов, да? Несколько... Наверное, мы вклады туда будут вставить. И я взял свернуть... Одно... А, подожди... Я не понимаю... Ну, пока нет. Ну, давайте я, значит, пока... Похоже, но с точностью до Ром-матриц. Давайте, значит, вот... Здесь... Сейчас мы сюда... Ну, да. Если здесь... Вставим, то... Там тоже содержим... В чем дело... Значит, здесь у нас... Как ты ответ не знаю? Ответ... Ну, мы сейчас... Подберем, да? Да... Ну, давайте... То есть... Должно... В ВВС и Пси должно быть... И во всем просто, да? Ага... 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 Нормально будет... И x⊂ только нам не пиш precisать, конечно... И x⊂ только нам не пишать, конечно... Вот... В сеть. И x⊂ и x⊂, конечно... Такой координаette лёгло... Вот... Да, давайте... Вот, посмотрим, как это с органами H pisini меняется... Вот, и здесь уже, с точки зрения Галамаксис будет уже структура правильная, да, сейчас? То есть, надо сюда подставлять, да, вот, приз модуль брать от ε, то есть, если мы пишем, то есть, ρ, если мы, кстати, этот β назовем. Я сейчас только производные от ε смотрю. Я хочу убедиться, что они вот ток. То есть, ток можно увидеть, смотря на производные именно от параметра превызывания, да? При условии, что все остальные сократятся между собой. Но это мы отдельно посмотрим. Сейчас по карьерам посмотрим, чтобы ток не получался. Как я знаю, если ты не будешь вы развали, то заводиться и проверить здоровье, да? Ну, давай. Если ты его... Нет, ну давайте убить... Нас это ободрить, если у нас будет, так сказать, получаться ток какая-нибудь тайна. А что? Значит, остальные вклады изображаются, а мы отдельно убедимся. Ну, вот здесь, когда мы сюда подставляем, все они дифференцируются, поэтому здесь, значит... Все. Мне теперь там надо вот этот метрический тензор записать в виде этого... Сюда ставить он это альфа-бета, который записать в виде коммутатора. Ну, мы уже говорили... Здесь видно, да, что будет все хорошо, но надо, значит, только... Эпсион мейрамовским спиноном, да? Тогда мы можем это сопрячь и действительно там у нас вызывать эпсион с чертой, а все остальное, значит, будет как раз... Вот таким коком, который здесь и написан, да? Ну, и совсем. Вот этот вклад. А то к тому вкладу мы присмотримся сейчас. Этот вклад, понимаешь, он должен записать как минус на оборот, плюс это. А это должно сбить вот туфью. В верхнюю строчку. Сверху, понимаешь? Как это так? Не, Роман, это у тебя будет переставленный индекс. Ну, не знаю, сейчас мы просто переставлены. Там, например, со стенкой-то слева стоит, а там-то справа. Поэтому все нормально будет. А, ты же тоже переставленный индекс. Это хорошо. Нет, это тоже хорошо. Ну, вот тот, может быть, Андрей, он был писат через чертой записать, может быть, было бы удобнее смотреть? Какой был? Вот этот ток. Ну, как-то его можно записать даже. Ну, в принципе, да. Но и можно, вместо решительства сказать, через чертой он ничем не хуже, в принципе. То есть, можно в этом смысле, вот, сопряжение, то есть, крест и рвовой, там можно. А, ну, теперь вот, в другом вкладате туда вот вставить? Нет, вот из этого вклада, действительно, это присопряжение, получается, видно, что то, что нужно. Нет. Да, ничего не видно. Нет. У тебя альфа-бета, она не правильная. Да. А, ну, почему? У тебя альфа-бета стоит наверх. Представляете, она вторая, она вторая этих мутаторов. У альфа-бета наверху. У тебя живой альфа-бета, да? А-а-а, вы говорите, что оно как раз поправит ситуацию с тем, разница? Да, они не правят, про антикомутируют их уже. Угу. То есть, здесь они положены как раз неправильно, а разница как раз поправит до второй стороны. Ну, в общем, во второй стороны, в том числе, вот, альфа-бета, альфа-бета, два, альфа-бета, два, альфа-бета, два, альфа-бета. Вот это? Да, отсутствие. Про антикомутируют, альфа-бета надо переставить. Ага. Вот, по антикомутирую. А, и как раз, да, да. То есть. А как-то именно этот про антикомутирую? Ты там, который написал не правильно, понимаете? А, правильно. То есть, действительно, это равно, значит, антикоммутатору, который два пси с чертой. Два пси с чертой. А если их разбанировать или будет удобно? То, что это у тебя скалярка? Ну, транспанировать можно, но тривиально даже как-то его не можно сделать. Поэтому пока, как у вас все написано, я переписываю. Это значит антикоммутатор, значит, минус, наоборот поставленный, да. Два пси с чертой. И этот уже похож на ток, а этот видимо должен сокращаться Мы можем добиться, но двоечка, во-первых, возникла Нормально, правильно, потому что гормонольфа в ненавистий, а румольф, 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 румольф Это на самом деле через румольфа транспонированный, а румольф транспонированный Сейчас все как раз хорошо Нет, посмотрите, у нас Свободный индекс стоит далеко от Пси У румольфа, да, вот свободный индекс А там стоит свободный индекс, близко к Пси, видишь? Свободный индекс, а, действительно, я изначально все таки Нет, Андрей, все нормально Вот здесь индекс свободный был близко к Пси, да? Про ноль, про лазу, не дурак Здесь свободный индекс, вот этот вот бета, был близко к Пси уже Это не страшно Это не страшно Это не только не страшно, это как и нужно, да? Нет, у тебя всегда там лежатся А черта при транспонировании просто переставляется и все? Нет, нет Как? Как? Гаммонт должен быть Румольф ротосии Вот понимаешь? Румольфа, Румольфа, Румольфа Выражается через Румольфа транспонированное Румольфа транспонированное И тогда уже все в порядке будет Заставши Да, да, да А В этот момент я, да, на счет перестановки места не улавливал, да Так что действительно Вот сейчас правильно они, значит Пси с чертой Пси с чертой Да Граммонт Ну да, то есть это учительно в уме можно проделать транспланирование, переходит, действительно, вот эти матрицы переставляются, и переходит то, что здесь написано, ну, знак там, понятно, можно подобрать просто, общий, конечно, там, здесь, кто нам сказал, там, кто себе не смогли написать, мы можем и здесь подобрать. А вот этот вот вклад, значит, должен сократиться с вкладом, который при варьировании х получается, да? Да, ну, да, двойка как раз получается, ну, там, правда, одна вторая была уже в действии, да? Ну, да, то есть, ну, более-менее видно, да, что, в принципе, ступила правильно, то есть, что можно проверить, то, что ток такой получается, ну, там, можно проверить, и что зануляются в квадры, независящие от ε. Ну, вот это, действительно, преобразование, и есть суперсимметрия этой теории, то есть, этот ток, соответствующий, это суперток. Ну, и так, собственно, впервые и были введены эти суперсимметрии преобразования. А резуменно, буквально, вот, статья начинается с того, что они обобщают вот эти вот известные суперсимметрии преобразования из вот этих моделей с тронсфермионами на четвертый случай, что они делают. А вот того, что х, это все-таки у тебя координаты, как это вот тут вот понять-то, что тебя теперь к ху? Взять, я должна преобразование себе в пространстве? Не, ну, конечно, дальше эту технику можно использовать, вводить суперполя, которая, в прямой смысле, когда все это будут просто кардинали суперсимметричные суперпростанствия, то это не получается? Не, ну, можно, то есть, всю технику известную, то есть... Струна, но, конечно, не все равно нормальное пространство, но и все же пространство тоже получается. Ну, можно, да, что ввести суперполя, которые объединят фактически и икс и пси, да, в одном суперполе. Вместо координат на мировой листе будут координаты суперпространства. Сейчас, а антикоммутирующие координаты там что будут? Топика, правда. Ну, если мы хотим в первостранство, то тогда к сигме нам надо добавить... Сигма, а еще надо добавить какие-то тетто, какие-то... Терешение надо называть свое пространство. Тогда разложение... То есть вместо икса у нас будет некоторая суперпуля, да, какой-то икс, Которая будет раскладываться в сумму по этим тетто. Там будут какие-то бозонные члены возражения, четные, да, что ты это содержишь. И нечетные буквы будут исследовать. Ну, это техника, которую не обязательно, конечно, использовать. И там у тебя уже таких не будет, да? Уже эти же преобразования, они будут по другому. Не, ну, это преобразование компонент. А там эти преобразования просто проще, компактно записываются. И из них следует преобразование для компонентов. Т.е. вот эти вот поля, бозоны, спинор, они тогда просто играют с компонентами. У него преобразование несколько проще записываются. Но это вот... То, во что мы вдаваться детально сейчас не будем. А что нам, и чего нам это учит? Давайте зафиксируем. Т.е. мы на сегодня завершим. Мы получили, значит, в дополнение к тензовой эрогипусе, который под херотичем по тем, по другим полям. Мы получили, значит, сохраняющийся ток, который, такой вот, линеем, фонотичем, в сумме, но по одним и по другим линеям вообще, да? Ну, вот видно. И производный апельсант будет. Ну, вот его помодом, конечно, разложить ничего не стоит. В тот же раз у нас есть разложение помода для Экса и Экси. Ну, и туда, естественно, будут входить суммы в это разложение помода такого вида. Суммы вида будут вот эти вот D входить, умноженные на α и, значит, сумма этих индексов фиксированная. То есть, половину суммируем, по всем вопросам. А сумма вот индекса Ud, который индексы, который α, она фиксированная. Ну, чтобы частота этого вклада была постоянная, да? Сейчас мы фиксируем и громаде посмотрим. Вот такого типа суммы. Ну, поскольку, значит, у нас было два случая. В одном случае мы писали D с целым индексом, а в другом случае мы этот коэффициент вообще-то, его так принято, это же не D буква A, другой буква B там называть. Индекс писать полуцелый A. Ну, а в остальном то же самое, одна суть не меняется от этого. Ну, если же у вас он полуцелый, но это влияет на тот целый полуцелый, вот эта вот частота получится, да? То есть, если B с полуцелой частотой, то и тогда, значит, и все эти гармоники вот этого тока тоже будут полуцелая частота в этих положениях. Вот, ну, значит, ну, можно их назвать как-нибудь. В этом названии тоже разными буквами традиции называют. Это гармоники тока, да? Да, гармоники тока. Ну, и, опять же, из тока можно взять тоже еще компоненты, вот эти плюс-минус компоненты, в принципе, можно выделить. Естественно, образом выделяются. То есть, на самом деле, они оказываются связанными для открытой струны. То есть, реально один в силу отобор тех гармоник получается. Почему? Вот сейчас, интересно, как-то разность седьмого один и седьмого нет. Что-то связано. Ну, просто, если посмотреть на эти компоненты, то там, скажите, вот эти компоненты, присмотреться, то, честно говоря, они... Да, ну, а, кстати, мы все прочего хотим, и мы могут смотреть эти вот такие компоненты тоже. Координаты не 0 или 1 компоненты. Такие вот удобно образовывать. Ну, они, на самом деле, оказываются, вот эти операторы там, одинаковые в ходах разражения в их популе гармоника. Вот. Для открытой струны. Ну, дальше, значит, вместе с гармониками, по которым транзореглифмис раскладывается, они образуют алгебру некоторую. Но кондиционные соотношения разумные, значит, можно записать между, во-первых, конечно, бозонными, они не изменяются здесь практически. Есть коммутатор. А как фирмионные тендерные гимпульсы и гармоники называют? А, ну, это просто вклады сюда, это не отдельные операторы, а часть, просто кусок в L, по которым раскладывается транзореглифмис. Но они ту же алгебру, под алгебру образуют плюс, вот это, возможно, какая-то добавка и с каким-то, с новым, возможно, коэффициентом. Вот, а М, Дельта, М, Дельта, М, Дельта, М. Тогда, значит, можно добавить, в зависимости от М, оказывается, можно вычислить, в зависимости от М гублическая, а в зависимости от Д, оказывается, в этом случае, верно, 8. А вот откуда это бирается вычислить? А, значит, вычислить можно уже просто вот из этого разложения, просто я, честно, ну, не из этого тендерного гимпульса, да, просто честно коммутирую, а можно и это вычислить. И вполне это конечные отклады просто. То есть, это сумма. Никаких реализации не требуется, ничего не требуется, честно, все вычисляется. А в каком условии упорядочение это идет? Нормально? Да, нормально, как бы, это забывается, у передачи. То есть, у тебя оператор рождения уничтожения уже там алгебру написал, да? И теперь из-за этого получается, а это просто вычисляет, да? Да, да. Там никаких конечностей после впада конечного, можно вычислить. Ну, это практически было, только сменился коэффициент здесь, там не в 12 делится на 8. А это, вот эта система, ну, какое-то отношение, вот эти размерности? Ну, да, да, практически определяет фактическую разменность, характер вот этого. Просто, поскольку эти связи, там, когда накладываем, дальше, опять, в состоянии там с нулевой нормой появляются фактические разменности лишние. И, ну, поскольку коммутаторы, как раз, все определяют между связями, то условия там, чтобы некоторые состояния были физически основной нормой, как раз, выполняются в определенных значениях вот этого коэффициента, ну, который, вот, и, ну, видите, что он функционал МД, поэтому это условия на разменность дают. И, собственно, один из способов висления физической разменности вот такого. Вот. Ну, это, значит, коммутатор. Коммутатор, естественно, можно вычислить между бозонным и фирменным. Коммутатором. Он, естественно, оказывается попорциональным F plus M, да, и то есть M здесь можно вычислить. Такой вот. Никаких добавок здесь нельзя И еще имеется антикоммутатор Который уже, естественно, должен быть базовым Поэтому, значит, это m плюс m должно быть тоже с каким-то, мы еще проявляем, какой-то здесь тоже может быть, да, из m и n, в принципе, зависеть Вот, и плюс такой же, вот, может быть, вклад центрального заряда Но эта константа, конечно, другая Ну, она есть другая, конечно Она вычисляется, естественно И там, оказывается, что она федератично зависит Ну, это вот, если это была алгебра богослова, вот эта вот, с центральным расширением И она просто конформная алгебра Она с алгебракофонной симметрией А это суперконформная алгебра Супералгебра Хе-хе-хе-хе Сразу стало гораздо понятнее А почему? Ну, в смысле, название Потому что, я не знаю, я, 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 нет, так, если нет, это не будет, по-моему, так Вот здесь есть за счет разности того, что m плюс m А здесь антикоммутатор Здесь антикоммутатор, поэтому здесь симметричнее должно быть Поэтому здесь m минус n, скажем, уже не должно быть Поэтому коэффициенты, я вот забыл здесь какое-то Но, то есть его либо вообще нет, да, либо в виде монету На степень меньше, но здесь тоже на степень меньше Ну, в виде монету просто никакого Прям разности здесь не должно быть, потому что симметричнее должно быть Так, что вы говорите, что здесь антисимметрия выполняется, да, за счет нечетности Вот то, что m в кубе, там, да, в общем, там, вот это a, m, должно быть нечетная функция, а m Но она там, на самом деле, в кубе минус m, в одном случае, в другом случае, m в кубе просто Вот, а вот этот коэффициент четко, наоборот, должен быть, да, тогда будет восхитительно Поэтому я вкладываю тебя Андрей, она нигде не будет зависеть То есть, граничные условия, вообще, исправность у нас струна подкрыта? Ну, это, на самом деле, будет Работа не зависит от граничных условий От граничных условий Зависит только Как раскладывается PSI по каким именно гармоникам Поэтому отсюда будет просто какие частоты, в реально это, в фурьере, в ряд фурьер для тока будут входить, ведь им определяются В одном случае целое, в одном случае полуцелое Ну, а так, в принципе, это годится и для периодических, и днисов А алгебра изменится при этом? Нет, это локальные всех образования, поэтому... Вот ток не изменится, конечно, а алгебра изменится, конечно, естественно, изменится. Потому что индексы, вот эти операторы, ну, число их как минимум разное, да, совершенно? Центральный заряд только изменится. Центральный заряд изменится, но и набор, на самом деле, операторов всё-таки существенно разный, потому что в одном случае вот у этих f целый индекс, да, то есть есть f0, в частности. Вот. А это для рам-гармона условия, когда c целые, значит, эти индексы везде были. А если не вышвальца условия, там частоты полуцелые входили, тогда вот и у этих гармоник, у этих вот операторов, g, значит, они полуцелые, поэтому f0 нет, да, а по модулю самые маленькие эти, это минус 1, 2 и плюс 1, 2, да. То есть алгебра всегда разная, да, существенно. Но вот эта вот зависимость вот этих коммутаторов, вот буквально, в остальном вот такой же видами, только надо поставлять вместо вот этих вот индексов соответствующего там значения. то есть, ну, f менять на g, там, fn на g менять. А вот эти нервы, они будут причастливаться к выделению физического пространства? Да, конечно, собственно, для этого их и вводили, но... Ну, аналогичным, естественно, аналогичным образом, то есть с половинной частотой они должны физические состояния для зумельяки. Таким образом делятся корпуса в следующей сцене. Вот такой вот вопрос, вот в то, что у нас, наверное, парень двумерный, да, для суперсиментрии здесь играет какую-то особую роль в зумелье. То есть, если мы, допустим, в пространстве мы сейчас возьмем двумерную, альберию, то есть три координаты, там также положено, ну, вообще, так говоря, конечно, суперсиметрия зависит от размерности существенным образом. Поэтому это, просто должно совпадать количество степеней свободы диапазонных фермионных, да, поэтому... А числости компонентов у фермиона зависит от размерности пространства, да, и при том, как... Может, в следующий раз кратко объясню, почему. Ну, зависит, вообще говоря, то есть, это и так известно, что... Вообще говоря, там... Оно примерно похоже, то есть, можно, скажем, и в четвермен областности времени вводить суперсимметрию, да, как, собственно, вот... Она и бывает, и выведена, просто вот это, вот эти вот вызывания вообще ли на четверменный случай? То есть, мы ввели отдельно, поставили позор на отдельный фермионный фермионный фермион. У нас, ну, мы изначально выбрали обязательное количество степеней свободы, каких-то других. Ага. И вдруг на мировом листе оказалось, что у нас есть сохраняющийся ток. Ага. Так вот, какая вот особенность, я вот не понял, какая особенность мирового листа приводит к тому, что у нас этот ток сохраняется? Вот такой ток, на самом деле, он даже всегда сохраняется, в любом простонастоянии в секторе. То есть, вот этот вопрос, вот это какой интересный, что сохраняющийся такой ток есть в любой размерности. Но суперсимметрия, с другой стороны, будет только в двумерии. Такой конструкции, если пси-мейроновский скейт. Четверсимметрии тоже можно организовать, но там надо подбирать по-другому, там число базонных и фермионных панель. Вот. Поэтому вот интересный вопрос действительно возникает о других размерностях. Почему вот наличие в секторе ток приводит к суперсимметрии? Вопрос интересный, на самом деле. Но понятно, что кроме наличия сохраняющегося тока должна какая-то разумная алгебра симметрии возникать. То есть, если мы заряды вычислим, соответственно сохраняющийся суперзаряд, то он должен идти коммутировать на конструкцию, которая выражается через импульс. Соответственно, если суперсимметрия не имеет места, то именно там, где будет замыкаться на некоторые операторы посторонние еще. То есть, хотя ток есть, заряд можно построить, но там получающийся у импульса вот этого, и этого заряда, алгебра, там будет какая-то... Там куклы с тучкой, но постановлено пойду нужно будет. Ну да. Ну... Нет, я говорю, что просто что у нас есть. Вот у нас есть... От этого тока можно построить сохраняющийся заряд, да? И можно, конечно, импульс найти, так называемый импульс. Вот. И алгебру смотреть, какая получится. Ну, к серьезности, просто из них и замкнуть алгебра должна получиться в этом случае. Еще какие-то операторы выйдут? Вопрос забавный, конечно. Можно поподробнее подумать, что там за операторы, по-моему. Это за резинку реальность. М? Это за резинку реальность. Нет, конечно. Это вопрос, естественно, искали суперсимметричные теории все, какие можно. В принципе, это описание. Все, всевозможные. Ну, понятно, что ответ-то такой, что все-таки требуется, что число средств свободы, обозонных и финансовых поделий должно совпадать. И поэтому, безусловно, он не может давать суперсимметричную теорию в произвольной разной месте. Вот такой бранжа. В самом деле, именно только в другом деле, не должен давать. Без изменений, связать. А тем не менее, ток сохраняется в другом деле. Видимо, обсталки задумываются. На сегодня завершаем. Извиняем. Продолжение следует...